здравствуйте друзья я в этом видео хочу показать как я сваляла шарфик из пряжи которую сама делала я вам обещала показать но у меня не получилось не то что я хотела и о своих ошибках тоже хочу вам рассказать шаблон у меня был шарфик этот с кистями без кистей значит размер метр пять на пятьдесят пять немножечко вот если вы видите закруглила овал такой туго туго небольшая такая получилась у меня это чтобы лучше так шею прибегал шарфик из поля 6 и надо очень мало буквально там наверно шинку за 100 грамм 5 6 10 очень мало хотелось чтобы он был такой воздушный и легкий мягкий первый слой вискоза облачками то тонкими потом слой шерсти видите что тоже очень-то в тонкий слой но вот здесь моя ошибка надо было сделать все таки два раза проложить шерсть облачками и потому что я в процессе после ниток когда я пряжу раз разложила я снова положила слой шерсти вот это на мой взгляд делать надо это моя ошибка мне не понравилось как у меня получилось потому что шерсть процессе валяния она подъела нитки почему я так сделала я хотела обобщить чтобы чтобы все было такое бежевое обобщить шарфик мне казалось что нитки будут очень ярко смотреться в общем это моя ошибка очень расстроилась даже не хотела записать дальше потом решила доделать потому что получится но как вы видите нитки где пряжу я режу и славы эту которую я делаю то которая была шерсть я резала где-то 8 сантиметров это шарфик 55 и 25 в общем-то длина кистей 25 сантиметров всю шерсть я смачивала в теплой воде перед раскладкой пряжа такая очень податливая была и очень легко раскладывать было одно удовольствие ровненько вот все шло все очень мне нравилось ушло очень хорошо вот видите как я в общем выбирала рисунок вот такой как мне захотелось кисти тоже с и на этом конечно надо было закрыть вискозой и все но я еще сверху положила опять слой шерсти облачками как вы видите вот это вот зря я сделала потом еще вискозой потом мне пришли фональная машина ну и катание брулоне и валяние вот и после того после первой значит полоскания я увидела что ничего хорошего у меня не получается не получается той красоты которую я хотела я сразу подняла свою ошибку но что делать думаю надо валять до конца посмотреть что же из этого выйдет вот на в конце вы посмотрите в принципе не так уж и это критично но результат совершенно не тот который я хотела хотела чтобы ниточки все-таки мои красивые которые я делала были видны но зря я положила шерсть сверху для обобщения подоснуть я это то есть вот этот шарфик я валял акса и безрукавки которые я сделала стиле пэчборк приваливала ткань вискозу и как раз она бежевая а воротника нет и думала как раз вот этот вот сноться он будет очень красиво смотреться поэтому взяла и вот этот цвет именно вот этот цвет взяла чтобы подходил под безрукавку взяла так вообще в общем вот видите после первой пополоскания это страшно потом получше это еще в сыром виде я повесила на манекен здесь уже высохла все уже уже получше фактура 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 получилось тоже такая разная с одной стороны потемнее другой стороны посветлее видимо все таки какая-то сторона вискозы у меня было потемнее ну что пришила кнопку вот и такие это опять цветочек такой сделала в том же стиле в котором я делала пряжу букле вот я делала букле и поэтому в принципе так не так уж критично получилось ничего зато он очень легкий мягкий такой податливый абсолютно не колючий очень приятный к телу получился если как вот вот кисти кисти я соединяла как я уже говорила по 2 ну чтобы они во первых не путались потому что они все-таки тонкие получились по одной и они путаются а так они нормально более так тяжело под тяжестью распускаются но с кистями тоже вопрос может быть их можно покороче было сделать ну что сделала что сделала вот это безрукав который я хотела